Всем привет! Вы на канале Польза.нет и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сейчас у нас опять уникальный вход. В чем он уникален? В том, что я его записываю прямо на микрофоны наушников QCY-T13. Глянцевый бокс, Type-C, еще много чего интересного в этих наушниках есть. Логично, у них есть программа, логично, что можно тапами даже изменять громкость, и еще много всего. Как всегда, программа не особо допилена, потому что зарегистрироваться в ней это целая история. Проще намного через настройки зайти, чтобы что-то поменять, через всплывающее окно. Разумеется, здесь есть еще и анимация, которая работает во всех Android-устройствах. И, в принципе, наушники за свою цену, как всегда, у QCY хороши. Но, как всегда, у них очень много минусов. О них я тоже расскажу в ролике, как и будут нормальные примеры микрофонов рядом с дорогой. Потому что сейчас, ну, скажем, слишком хорошие условия обстановки, чтобы их тестировать. Тюб 926, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я вам расскажу о беспроводных наушниках QCY T13. И у QCY сходу есть огромный плюс относительно других брендов. Такое ощущение, что они всегда знают, что у них бывает брак. Сколько бы я наушников у них не заказывал, не говоря про эту модель, а допустим, те модели, которые я не освещал, они могли приходить с браком. И QCY по большому счету даже подтверждение у меня ни разу не просил. Я писал, какая проблема, там скидывал фотографии, они моментально переводили мне средства. Возможно, только мне так везет. Если нет, или да, напишите в комментах. Мне интересно по поводу вашей практики, был ли у вас брак когда-нибудь от QCY. Если да, как они вам возвращали средства. Полетели. Коробка пришла незначительно помятая, хотя картон очень тонкий. И от наушников с боксом мог остаться только разломанный хлам. Печальная коробка, честно. Оформление базарное, спеки информации на китайском и английском языках. В комплект входит зарядный бокс, наушники, короткий кабель USB Type-C, пара неплохих сменных амбушюр и краткое руководство на тех же языках, что и на коробке. Внутри визуальной красоты в расположении комплектующих не ждите. Жуткого запаха химии при распаковке я не заметил, хотя было ожидаемо, учитывая стоимость. Спойлер, они нереально дешевые. Летим дальше. В продаже имеется только два варианта цвета. Это черный и белый. Белый, конечно, как по мне, совершенно непрактичный, но многим нравится. Во всяком случае, внешне. Изготовлен кейс полностью из глянцевого пластика и имеет форму округленного в углах квадрата. Имеет бокс небольшие размеры, 54х54х29 мм, а вес всего 40 граммов. Относительно скользкий, из-за цвета и глянцевого пластика, быстро пачкается и также быстро собирает потертости. Вообще, пластик на грани, дешманским его не назвать, но прямо очень близок к этому. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, светодиодные индикаторы на крышке, логотип компании QCY. Люфт у крышки минимальный в любом положении, да, но он есть. Одной рукой открывать непросто, в принципе, все боксы такого формата трудно открывать, не двумя руками, учитывая, что они еще и глянцевые. Внутри на матовом фоне располагается два горизонтальных глянцевых места под наушники, в каждом из которых по два контакта для зарядки. Очень печальные, очень длинные, и мне кажется, что очень многие смогут их навернуть. Рядом с пространством под наушники есть обозначение правого и левого для удобства. И тут же находится кнопка первичного сопряжения с устройствами. По мне, она тоже не особо дико надежная. На крышке немного информации по кейсу, напечатанная не супер маленьким шрифтом. Наушники в боксе не гуляют, а вот при тряске вылетают на ура. Но если просто перевернуть кейс, то они остаются на своих местах, что хорошо. При закрытии кейса хлопок очень глухой и незначительный. Емкость аккумулятора 380 мАч заряжается с нуля до сотки за 1 час 10 минут. Быстрая зарядка есть, за 5 минут в боксе набегает 10% заряда. Так себе быстрая зарядка, но все равно же быстрая. Беспроводной зарядки, разумеется, не завезли. Наушники можно перезарядить 3 раза и 4 раз еще не полностью от 1 полного заряда бокса. Саморазряд есть, но незначительный. Летим дальше. Изготовлены наушники из идентичного кейсу глянцевого пластика. И это эпичный фейл. По дизайну и форме напоминают Apple AirPods. Ну понятно, что форм-фактор другой, но внешне они старались. Габариты составляют 32 мм на 25 мм на 18 мм. Вес одного наушника 4,4 грамма. Сидят в ухе комфортно, только с амбушюрой по размеру. Иначе будут вылетать. При длительной носке появляется дискомфорт. Из рук убегают просто на ура. Скользкие. При занятии спортом из ушей они не выпадают при правильном подборе амбушюр. На корпусе каждого из наушников имеется по 2 микрофона с шумоподавлением CVC. Два углубленных контакта для зарядки, что не очень хорошо. Выступ для хорошего крепления амбушюр. Обозначение правый и левый наушник, сенсорная панель для управления тапами и индикатор, который во время воспроизведения не светится, что есть гуд. Из тапов завезли плей-пауза, переключение треков, управление вызовами, вызов голосового помощника и регулировка громкости. Ура! Тапы срабатывают без косяков. Оснащены наушники динамическими драйверами на 7,2 мм, что неплохо. Шумоподавление только CVC для разговоров, а такое только пассивное. То есть ANC шумодава здесь, разумеется, нет. Режима прозрачности тоже нет. Заряд наушников в шторке показывается. По одному наушники работают, переподключаются с небольшой задержкой. Она заметная, критичной бы я ее не назвал, но жаль, непривычно это. Автоматически подключаются с ранее сопряженным устройством, без проблем. Мультипойнта, разумеется, нет. Сенсоры приближения есть, но по умолчанию они отключены. Включить можете их в программе. Анимации есть только на андроиде, и только после подключения наушников к приложению срабатывает она при автоматическом сопряжении после извлечения наушников из бокса. Но фейл в том, что это картинка вообще других наушников. Возможно, это дело исправят, но в принципе у QCY есть две особенности программы. Первая, вы практически никогда мне не сможете зарегистрироваться, и вторая, она всегда глючит. Мне кажется, они ее сделали просто для того, чтобы вы могли помучиться, если вам будет скучно в ней. А так, это точно не идеал. Емкость аккумулятора каждого наушника 45 мАч, полный цикл зарядки 50 минут. Отыграли на 100% громкости, они у меня 6 часов 35 минут. А на 50% громкости все 13 часов. Не реал, но факт. По заявлению производителя, вместе с боксом протянут до 40 часов. И это топ. А вот защиту от влаги и пыли официально не завезли, что неудивительно. Официальное приложение QCY доступно на андроиде и на ios. Оно кривое и полностью не переведено на русский, и мне кажется, никогда и не будет, учитывая сколько ему лет. В меню мы можем увидеть заряд каждого наушника, про бокс, разумеется, вновь забыли. Можно настроить тапы каждого наушника, ниже есть вкладка эквалайзера, и тут помимо пресетов есть и кастомный, что хорошо. Наушники на него реагируют отлично. Ниже поиск гарнитура, обновление прошивки и активация сенсоров приближения. И это дело не работает, лагает и слетает. Возможно, с прошивкой исправят, или вообще убьют наушники, что бывает тоже, но редко у QCY во всяком случае. Bluetooth версии 5.1 не последний, но почти. Подключается к смартфону без проблем, из кодеков доступны AAC и SBC. Полноценным комплектом это не назовешь, но с другой стороны, все что надо, все есть. В отзывах упоминали, что они ловят фризы через стену, у меня таких проблем не возникало даже через две стены. Задержки на ютюбе небольшие есть, но не сильно заметны. Опять же, помним, что все со своими девайсами тестируют устройства. У меня девайсы не самые плохие, возможно, по этой причине у меня и нет таких глюков. OnePlus 9 Pro, OnePlus 7T Pro, 11 Pro Max и еще много всяких интересных телефонов. Обзоры, кстати, на которые вы можете посмотреть на моем канале, так же как и топы. У меня есть топ телефонов Xiaomi, топ телефонов Realme, топ телефонов до 25 тысяч рублей и топ телефонов до двух сотен долларов. А завтра будет большой такой лайв-обзор на канале для стримов о OnePlus Nord 2. После этого будет выжимка на этом канале. Ну, все, уже рассказал, так что можно продолжить про наушники. В PUBG задержки будут заметны даже обычному пользователю. Примеры сейчас вы увидите. Примеры сейчас вы увидите. Примеры сейчас вы увидите. Микрофоны работают неплохо, не намного лучше, чем я ожидал. Ветер и окружающие шумы, они глушат. Машины мимо проезжающие слышно, причем максимально неприятно. Голос искажают и добавляют шума от себя. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов QC White 313 на улице. Сейчас я стою, как вы видите, рядом с дорогой. Ветер не сильный, но с двух сторон проезжают машины, при том на довольно неплохой скорости. Вход вы уже слышали с QC White 313, но вопрос микрофонов, разумеется, основной, как они будут работать в максимально неприятных условиях. Более неприятные, если только я под машину брошусь, тогда будут. А так, в принципе, вот сейчас вы слышите, как вас будет слышать собеседник, если вы будете стоять у дороги довольно оживленной. Понятно, не у автотрассы. Не идеальные микро, у QC White идеальных микро не бывает. В помещении они работают, как и все, более чем неплохо. И надеяться на то, что они вас будут удовлетворять, как минимум глупо. Но они работают. И это главное. Звучание. Как и у большинства бюджетных наушников, не топ. Супер бюджетных, скажем так. Но и не хлам, что довольно удивительно. На 100% громкости бьют по мозгам, и есть, разумеется, ужасная каша. Но если настроить вручную эквалайзер, то все будет намного лучше. Звук гулки зернистый и мутный. Басы создают ощущение объемности, что хорошо и довольно странно. Бас сейсмический, и вы его больше чувствуете на своей бедной перепонке, чем слышите. Но главное, вы чувствуете. Средний бас тоже присутствует. Громкости хватает, но качество все хуже с ростом громкости. Скажем так, до 70% слушать так же, как и анкер P3, если включать в них шамадав. Кстати, вчера был обзор на канале, это, конечно, топ. Относительно QCY, с другой стороны, не стоят в 4 раза дороже. Но не будем. В целом, звук мне у этих ушей, учитывая их стоимость, очень сильно понравился. Но дифирамбы петь этому делу нельзя. Почему? Потому что вы должны четко понимать, что, хотя звучат они лучше, чем стоят, Никаких внятных высоких частот вы не получите, при том, извращаясь любыми способами. Про детальность здесь можно забыть, а все остальное, но это жалкое подобие левой руки. Понятно, что это лучше, чем определенные наушники от Halo, но не лучше всех. Из минусов. Нет хорошего набора кодеков, а также нет мультипоинта. Нет беспроводной зарядки, что тоже неудивительно. Заявленная анимация на андроиде показывает другую модель ушей. Очень скользкий кейс и сами наушники. Задержка не порадовала конкретно в играх. Сенсоры приближения пока только на словах здесь есть. И все. Цена 19 долларов за бесплатной доставкой. Возможно, даже они еще дешевле будут продавать. Ссылка, как всегда, в описании к видео. Если будут промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Там, кстати, я недавно скидывал промик для новых пользователей. 300 рублей от 600. Это такой неплохой вариант сэкономить, чтобы вы понимали. Если вы первый раз зарегистрируетесь на Али, эти наушники вам обойдутся вообще дешевле, чем 16 долларов. И это хорошо, при том с бесплатной доставкой. Плюс, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, и я обязательно их туда скину. Резюмирую. За такую цену большего запихать в наушники просто физически невозможно. Эти наушники имеют отличную автономность. Очень хороший звук для этой цены. Максимальное количество различных плюшек, функций, плюс еще и программа. Единственный огромный минус лично для меня, это даже не звук, это то, как они выглядят. К сожалению, я могу констатировать, что они выглядят как дешман. Притом, этим дешманом не являются. Это не подвальный Китай, это уже на ступень выше. Но выглядит все еще как подвальный Китай. Хотя вблизи они собраны не так плохо, как те же подделки каких-нибудь AirPods. В целом, более чем советую, если вам нужны наушники эконом-класса, до 20 долларов это идеальный выбор. Хотя, если вы решите, опять же, скачивать программу и с ней что-то делать, возможно, вы еще намучаетесь. Но это того стоит. 16-20 долларов. А что вы можете вместо этого купить за те же деньги? Пишем в комментариях, какие есть, по вашему мнению, альтернативы. Пишем, что еще купить на обзор. Разумеется, все новинки будут. Если какие-то телефоны интересны, также пишем в комментах. Постараюсь купить. Понятно, что идут они по 2-3 недели. Но потом мы с вами можем хотя бы их пообсуждать, что есть хорошо. Девайсу однозначно и да. Завтра обзор, возможно, на пылесос Realme, либо на OnePlus Nord 2. Подписывайтесь с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.